Теперь гусичи пысанки. Я хочу прокомментировать в первую очередь вот эту. Эта пысанка имеет название Ветсяну Додону. Здесь я нарисовала карту Украины, а точнее сказать территорию Украины, в которую входит Схидна Слабужанщина, Корщина, Воронщина, Кубань. И границу восточную на Украине я нарисовала в виде... Есть такой знак в пысанкарстве. Вовчьи зубы. Оберег от нашего неблагополучного соседа. Вот у нас Крым, Донецкая, Луганская область, где идут сейчас военные события. В центре Украины я нарисовала наши символы. Над Украиной лылы, как символ мира. Вокруг Украины, как доказательство территориальной целостности и территории наших украинских, я написала пысанки разных регионов Украины. И вот и начну со спорных территорий. А здесь у нас на севере и востоке Украины я написала Черниговскую пысанку, Слабожанскую, Харьковскую. Это берегиня Курская пысанка. Это Воронежская тоже берегиня. Это пысанка Кубани тоже берегиня. Такая старобаба моя назвала. Вот три берегини. Пусть они вам будут в помощь, нашим ребятам, которые за нас борются. Здесь пысанка Донецкая, сочеретина, старинная пысанка. Образец ее сохранился в разных источниках. Запорожская пысанка Квитка. Это пысанка Поделя. Тоже такая берегиня с три листиками. Это Пакутя, пысанка. Гуцульская с коноками. Лемкивская. Тоже бедная наша часть территории, часть Украины. Лемковщина, которую этот народ переселяли с родных земель. Даже у нас на Луганщине. На севере Луганской области есть Лемки, поселение. Волынская тоже берегиня. Киевская мальва. Черкасская зерочка. Вот, пожалуйста, я попыталась всю нашу Украину окружить оберегами нашими пысанками. Пысанки разных регионов Украины. Саму нашу Украину я нарисовала заштрихованную зернышками, что означает, что земля наша плодородная. И много на ней цветочков. В основном я здесь написала маки, потому что у нас сейчас очень горячая пора. Сзади нарисовала крест с желто-блокитной зерочкой, колосочки, что означает, что наша нация хлеборубна. И над Украиной зерочка, резнокольоровая. Дуже складная пысанка. Я сподеваю, что она кумусь дистанутся до жительного. Так, и еще вот эту пысанку я бы хотела прокомментировать. Это мой Донбасс с терриконами. Там еще куриная была с терриконами. Донбасс, вагонетки. Я выросла в этом пейзаже. Бегала, лазила по терриконам, собирала уголь. Сейчас, конечно, уголь на терриконах не валяется. Только порода. А тогда я уголек собирала. Зимой у нас снег был черный, сверху покрытый угольной пылью. Мама работала всю жизнь на шахте. И объясняла мне значение слова «черное золото». Это уголь. Черное золото. Его так называли. Здесь я нарисовала не просто водоем. Я думала о Крыме. И я его сделала желтоблокитным. Золотые рыбки, желтые. И сама вода, море. Я нарисовала голубым. Потом поля. Они вспаханные, засеянные, плодородные. С колосочками. И вдали я нарисовала два террикона. И с вагонетками на одном терриконе. Прапор украинский. На другом мутрый зуб. Далее опять поля. Ну и далее я написала такую красную. И не часто сны снятся, когда я смотрю в окно вдаль и вижу... Вижу горячие события. Взрывы, стрельба, огонь. Неприятные сны. И снятся они постоянно. Хотя я не видела. Бог миловал. Мы уехали. Военных действий я не видела. И не желаю никому их видеть. Но они мне упрямо снятся. С обратной стороны я нарисовала красивую такую зирочку. С квиточками. Резнокольоровых. Тоже я люблю такие зирочки писатые. С перливами. Есть у меня тут пысанка со знаком ЗСУ. С артычками. Вот такой крестик плодородный. С ягодами. С разноцветной звездочкой. И с обратной стороны церковь. С витражными стеклами. И очень мне нравится вот эта пысанка. Такой красивый крест с трезубами. А здесь дерево рода. Олени символ терпения, мужества. И птички на них как символ свободы. Бог вам в помощи, ребята. Боритесь за нашу Украину. Возвращайте нам наши территории. Мы все ждем. Так, если коротко. Такая геометрическая с трезубами. Вверху и сбоку. Переворота. И ручка фонументальная просто. С ручниками. Такая красивая геометрическая. И как медальончик. Трезуб. Церковь по кругу. С ташками. Девиночки. Ну, это я уже комментировала.